Теперь, используя сегодняшнюю ситуацию, я хотел бы сделать ряд обращений. Обращения конкретно к Булату Абилову. Я знаю, что очень большой слой людей не доверяет Булату Абилову. Они его обвиняют в разных, скажем, действиях, сотрудничестве с властями и так далее. Но я здесь в этой связи хотел бы сказать свое мнение. Никакой Булат Абилов не является сподвижником власти. Он всегда был против власти. Другой вопрос, насколько он был готов решительно действовать. Только в этом смысле можно говорить, какую-то оценку давать Булату Абилову. Я считаю, что Булат Абилов, какие бы он сейчас проекты не имел, каким-то образом имеющие, скажем так, либеральное отношение к власти, к нему, он реальности все равно против режима. Но у меня, конечно, к нему есть вопросы. Я в прошлый раз, когда обращался к партиям и говорил, что у вас есть возможность присоединиться к партии Алга Казахстан и выйти на митинг, и потребовать, чтобы эта власть зарегистрировала вашу партию, обращался конкретно к Булату Абилову. Вы знаете, что накануне митинга он единственный среди, скажем, тех партий, кроме Алга Казахстана, получил некое предупреждение. Но предупреждение было смешное. Смешное и для Булата Абилова. Если Букаев и Альтаев не получили никакого предупреждения, то в офис партии, где сидят организаторы партии Булата Абилова, появился участковый и некий стажер, который, понятно, был комитетчиком, который оттуда бежал. Представьте себе, что Булата Абилова, который многие годы был в реальной политической оппозиции, пытались запугать кем? Участковым. Представьте масштаб мышления Тукаева. Я так для себя воспринимал. Я считал, что Булата Абилова и спецназ не запугает. А тут получается какой-то бэтмен полицейский. Кстати, его лицо надо сфотографировать, растиражировать, чтобы сказать, что вот какие-то мелкие полицейские, такие слабенькие, тщедушные, оказываются в состоянии запугать наш народ. Но более того, а в связи с тем, что партия Булата Абилова 21 августа не пришла, не поддержала действия Алга Казахстана, вообще складывается впечатление, Булат, что тебя какой-то участковый запугал. Даже не тебя, а еще тысячи людей. Ты же понимаешь, что нужно для регистрации партии минимум тысяч человек инициативная группа, чтобы подать документы на регистрацию. Ты заявлял, что дважды тебе отказали. То есть там ваш как минимум больше тысячи. И какой-то участковый пришел и запугал Булата Абилова. Я сначала смеялся, что Такаев вот такие действия делает. А когда не увидел тебя и твою партию на этих митингах, сказал, ну я не знаю, получается, что эту партию запугал один участковый. Так получается. На этой неделе, Булат, 28 августа партия Алга Казахстан подала уведомление о том, что они хотят вывести людей, призвать присоединиться к ним, чтобы партии политические были действительно зарегистрированы, прекратились репрессии. Репрессии против тех людей, которые выходили в январе на митинге, а ты создал вместе со своими друзьями фонд по событиям января. Казалось бы, эти люди должны были прийти, некоторые пришли, но ты же создал фонд и имеешь отношение, помогаешь, я надеюсь, этим людям. Но со своей стороны не было участия ни партии, ни со своего фонда. Вот и 28 августа я вот вижу объявление Алга Казахстана и намеревается выйти. И очень странно будет, Булат, что ты заявляешь о том, что нужно менять конституцию нашей страны, нужно вообще политические действия активные, нужна свобода и тому подобное. Но все это звучит только в социальных сетях, а когда есть возможность объединиться с такими же людьми, выйти на митинги 28 января, тебя там не будет. Согласись, это очень странно. Поэтому я пользуюсь случаем, специально делаю обращение к Булату Абилову и хочу сказать, что Булат, мне кажется, что если ты действительно в оппозиции, как ты заявляешь, то очень странно, что не было тебя вместе с твоими соратниками 21 августа на митинги, и если не будет и 28 числа, то там тоже тебя не будет. Тогда смысл твоей деятельности, смысл в том, что ты говоришь, что вы оппозиционная партия, смысл в том, что ты говоришь, что эта власть не регистрирует партию, если ты за это не борешься, не выходишь на улицы, не выводишь людей на протесты. И да, я что хочу сказать. Да, 21 августа режим никого не преследовал, но это не является никакой заслугой Тукаева. Просто он понимает, что ситуация сейчас тонкая, и один неверный шаг, он попадет под санкции. И понятно, партия ОЛГА Казахстан продолжает призывать людей выходить на митинги 28 августа. Если эта власть сейчас опять, после отъезда депутатов, начнет штрафовать или какие-то другие действия делать, то понятно, что это мгновенно попадет в международные отчеты. В начале сентября Европарламент начнет заседать. Они будут обсуждать итоги этой поездки. И, конечно же, та ситуация, когда 28 августа, если эта власть будет опять разгонять демонстрантов, то она, безусловно, попадет в отчеты международных правозащитников. И в Европарламенте будут рассматривать ситуацию уже с точки зрения не того, что 21 августа никого не разгоняли, а и ситуации с 28 августа тоже. И мы всю эту информацию, безусловно, передадим в Европейский парламент. Так что, Булат, если ты действительно хочешь зарегистрировать партию, я считаю, что было бы очень странно, если ты бы в этом не участвовал.